На перемены надо решаться в момент, когда вы понимаете, что с вами происходит на данном этапе вашей жизни. Значит, вот у нас с вами жизнь, она же сама с собой складывается. Это нам кажется, что мы такие все решительные и так далее. А так, на самом деле, человек в основном – это броуновское тело, находящиеся под воздействием молекул среды, которые движутся и толкают это броуновское тело. И дальше нужно просто понять, что за среда, которая вас, как броуновское тело, толкает во все возможные стороны. Опять же, я подчеркиваю, представляете себе броуновское тело? Нет, это вот частичка. Ну, сначала пыльцу там просто положил в броун, припаровальное стекло. И смотрит, пыльца двигается. Он думает, ё-моё, да какое открытие-то я сделал. Оказывается, вот она где, собственно, жизнь. Пыльца живая. Сейчас я тут ботанику. Да, у него был такой план. Потом посмотрел, глину положил. Маленькую такую же частичку по объему тоже. И глина движется. Но явно какая-то бредовина. А дело в чем? Много обстоятельств, да, вот этих вот молекул среды. Молекулы движутся, это температура, вы же понимаете, да? Вот, а булькает когда вообще, вы знаете, там как-то, представляете, все броновское тело в бурлящем потоке, так сказать, вот. И на вас действует много обстоятельств. И есть некий результирующий вектор. И сказать, что вот мы сейчас так, как бы, сказать, маханем и все поменяем, это просто не понимать, как жизнь устроена. И вот для того, чтобы понять, почему у вас вот то состояние, которое есть сейчас, почему вам нужно что-то менять, ну, почему у вас возникло такое ощущение, что это нужно делать, и как вам на это решиться, нужно понять, что это за молекулы среды вокруг вас. Поэтому инвентаризация, так сказать, собственного существования, это первый шаг в понимании того, на какие перемены вам вообще, в принципе, надо сейчас делать ставку, да, и где у вас есть ресурс для того, чтобы использовать какие-то жизненные обстоятельства для того, чтобы вытолкнуться в новую среду, в новые обстоятельства, там, где будет другое движение. Как это делать? Кроме интеллекта, я не знаю, нужен мозг, вот. А он работает по системе, которую мы воспроизводим с помощью факт-карты. То, что такое факт-карта? На самом деле, мы, то, что мозг делает, как бы сам по себе, и поэтому не очень контролируемо, да, значит, мы помогаем это вынести во внешний мир, чтобы ему, как бы, показать отражение его. Ну, вот смотрите, вот вы как задумаетесь о чем-то, и у вас там всякие мыслишки, одна проскочит, другая проходит, третья. Вы даже не помните, про что вы думали. И при этом, если темы болезненные, неприятные, а изменения, перемены, это темы болезненные и неприятные, потому что это же неизвестность. Вы не знаете, что делать, вы не понимаете, что там будет, да? И вот ваша дефолт-система, она как, это схватит эту мыслишку, тронет ее, придет в ужас и выбросит. Дальше вы снова ходите, ходите, снова у вас на душе тоска. Отношение говно, работа отвратительная, все ужасно. Вот, значит, вы-то походите, нужны перемены. Мыслишку опять раз такую, и бежите от нее прочь. И дальше вот у вас, проходите там оценку, ну, на автоматизме этих блужданий мысленных, жизненных событий своих, приходите в тоску, формируете идею необходимости перемен, каких-то изменений в жизни. А что в результате? В результате? Ужас, и мозг отбрасывает ее. И снова пускает вас в долине скорби вашей жизни. Вот. Я сегодня особенно добр. Да. Вот, значит, что мы делаем с помощью факт-карт? Мы берем, значит, зеркало, потому что факт-карт – это зеркало вашей дефолт-системы. И выносим на нее все ваши скорби. Вот, вы про это думаете, про это думаете, про это думаете, про это думаете, про это думаете. И дальше делаете вывод о необходимости перемен. Значит, когда вы пишете в центре факт-карты, я хочу поменять в своей жизни что-то там, да? И дальше вы начинаете выгружать то, что побуждает вас прийти к мысли, что нужно что-то менять. Вы это все раскручиваете, разверчиваете и понимаете. Видите, да, этот момент мыслишка-то уже не может соскочить, потому что она написана, рдеет красным цветом, так сказать, смотрит на вас и говорит, перемен ты хочешь, хочешь перемены. И вы обходите вот это все. И понимаете, те обстоятельства, которые сейчас в вас определяют ваше отношение, вашу ситуацию на работе, ваше отношение с кем-нибудь там из родни, из детей там и все, и так далее. Вот. И когда вы так начинаете про это дело думать, у вас возникает опционал. Потому что что такое факты, когда вы их раскладываете на листья? Факты — это вещи с друг с другом взаимосвязанные. И вот вы же в мозге когда думаете про что-то, у вас же по системе ассоциаций. Вы там, ну, другое, пятое, десятое. Но эти ассоциации, они те, которые у вас заложены в мозге, и это автоматизмы. То есть вы привыкли, условно говоря, может, вы этого не замечаете, но это так есть. Вы подумали про это, вы потом думаете про это, а потом думаете про это. Это привычки, да? Когда вы выкладываете на факт-карте ваши обстоятельства, которые вы обсуждаете, которые у вас там внутри, вы можете увидеть взаимосвязи, которых в вашей голове пока нет. Ну, кроме того, что у вас есть в голове, нет ничего, вы понимаете, да, для вас. Вот. Вы можете что-то еще дополнить, там, еще узнать, там, и так далее. Вот. Но это такая уж деятельность, целенаправленная по поиску необходимой дополнительной информации. А так-то мы с вами все равно находимся в плену тех мыслей, тех соображений, тех ощущений, отношений, которые у нас есть. И они сотканы внутри вашей дефолт-системы в некую уже сработанную систему взаимосвязи. Поэтому по системе ассоциаций вы переходите очень тривиально, да. Но эти же факты можно собрать совершенно по-другому. Ну, вот возьмите контрструктор Лего. Вот вы, понимаете, это вот как про советскую промышленность говорили, что бы они ни делали, у них получится автомат Калашникова. Вот у вас есть набор элементов Лего, и вы из них, значит, весело, жизнерадостно все время собираете свою горечь жизненную, тоску, печаль, несчастье. Вот. Теперь, слушайте, ну да, это же отдельные элементы. Если мы их вынесем на факт-карты, то мы видим, что мы, возможно, другие взаимосвязи между этими элементами. Мы, то есть, мы как бы спроецировали содержание вашего вот мозга, который там сам по себе крутит, вертит и так далее, и создает эту штуку, этот объект, арт-объект, арт-объект вашей жизни, да, и вашего восприятия там и так далее. Когда вы ее выкладываете, вы можете увидеть другие коммуникации. То есть, вы можете сложить не горечь, печаль, а план стратегического захвата альфа-центавры. Ну, лучше, если вы не будете это делать, потому что если такое, то это я буду вынужден обратиться к скорой психиатрической помощи. Но вы можете собрать из этого, из того, что есть в вашей жизни, из ваших навыков, умений, знаний, про что вы думаете, да, про отношения там и так далее. Вы можете, в зависимости от того, где вы собираетесь перемены получать, вы можете собрать другую фигуру, другой арт-объект. И тогда вот эти элементы среды, которые воздействуют на вас, как на провановское тело, создают другой вектор. И у вас внутри порождается желание делать что-то другое или делать иначе. И вот задача факт-карт, она как раз в том, что дать нам следующий шаг, который вдруг становится очевидно, понятным к реализации. То есть, вот становится понятно, что это надо делать.